Продолжение следует... Американская норка является уникальной моделью животных, которая позволяет исследовать два совершенно разных поведенческих фенотипа, агрессивный и ручной. Эти фенотипы возникли в ходе многолетнего отбора по оборонительной реакции на человека. Животные изначально для этого отбора были изъяты из одной и той же популяции. И на протяжении всего эксперимента содержались в абсолютно одинаковых условиях. Этот эксперимент происходит на экспериментальной звероферме Института кстологии и генетики в городе Новосибирске под руководством Трапезова Олега Васильевича. Я полагаю, что этот исследователь знаком многим. Классифицировали животных на основе простого поведенческого теста, который в литературе получил название Hand Catch Test. Я хотела бы продемонстрировать короткое видео, если можно, со звуком, каким образом происходит этот тест. Исследователи помещают руку в клетку с животным. И мы видим, что агрессивные особи демонстрируют тревожное поведение, нападают на исследователя, сопровождают все это голосовыми сигналами. И совершенно противоположная картина наблюдается с ручными норками. Они не только проявляют толерантность к присутствию человека, но также исследуют его руки и совершенно не тревожатся, как мы видим. Спасибо большое. Мы использовали животных в данном эксперименте из 22-го поколения норок. И я обвела кружочками те группы, которые мы взяли именно сейчас. Это группы минус 2, минус 3, плюс 3 и плюс 6. Считается, что в основе проявления как агрессивного, так и ручного поведения лежит разная активность гипоталамогипофизарно-надпочечниковой оси и симпатоадреналовой системы. И в отличие от процесса естественного отбора, в ходе искусства, искусственный отбор носит дестабилизирующий характер. Связи между поведением, физиологией и морфологией нарушаются, что приводит к появлению совершенно новых признаков. И среди физиологических систем, которые подвергаются воздействию отбора, на наш взгляд, пищеварительное изучено в наименьшей степени. Существует несколько исследований, но они фрагментарны, в которых сравниваются домашние животные с их близкородственными дикими видами, либо животные фермерские сравниваются с такими же видами, но обитающими в дикой природе. То есть, меняется ли пищеварительная функция в ходе отбора, а если да, то как она меняется, ответа на этот вопрос полного до сих пор не существует. В связи с чем мы решили исследовать пищеварительную функцию у двух поведенческих фенотипов норок. И начали с самого простого, это с анализа активности пищеварительных ферментов в поджелудочной железе и в тонком отделе кишечника. Здесь кратко представлены методы. Прежде чем перейти к результатам по активности ферментов, я хотела бы отметить, что мы не обнаружили статистически значимых различий ни по массе тела, ни по длине кишечника между агрессивными и ручными норками. Также мы не обнаружили статистически значимых различий по концентрациям гормонов кортизола и тестостерона. Но у фенотипа плюс 6 концентрации гормонов отрицательно коррелировали между собой, что вполне объяснимо. Перехожу к результатам по активности ферментов. Результаты представлены в виде боксов с усами. Данные по агрессивным норкам я обвела в черные кружочки, по ручным в зеленые. Итак, мы обнаружили, что несмотря на то, что эти два поведенческих фенотипа норок содержались на абсолютно одинаковом рационе, общая протеолитическая активность различалась. Агрессивные норки характеризовались более высокой активностью этих ферментов по сравнению с ручными. Вообще, американская норка – это облигатный хищник. Еще его называют гиперхищником. То есть у норки очень высокая потребность в протеине, пище. И несмотря на относительно короткий кишечник и быстрое прохождение пищи по нему, норка способна эффективно усваивать большое количество белка в рационе, который впоследствии в виде аминокислот вовлекается в процессы глюконеогенеза с целью обеспечить мозг и другие органы необходимой энергией. Что касается активности липазы, агрессивные норки также характеризовались более высокой активностью ферментов. Помимо этого, мы обнаружили у агрессивных норок из группы минус 2, что активность липазы в той щеке шкем положительно коррелировала с уровнем кортизола. Если посмотреть на данные по активности амилазы, мы видим совершенно противоположную картину. Здесь уже ручные норки характеризуются более высокой активностью фермента. Существуют исследования, в которых показано, что гены, задействованные в метаболизме крахмала и в метаболизме жирных кислот, могут являться мишенями действия отбора при одомашнивании. Здесь на примере собаки. Также показано у одомашненных животных на этой картинке разной породы собак, что у одомашненных животных количество копий гена амилазы во много раз превышает таковой показатель у волка. Помимо этого мы провели дискриминантный анализ показателей, выявили наиболее информативные, и вот получилась вот такая вот модель, которая является статистически значимой. Функции также являются статистически значимыми. И мы видим, что две группы агрессивных норок по показателям занимали близкое положение, перекрывались, тогда как группы ручных норок занимали различимые позиции и не перекрывались. Ну, здесь кратко представлены выводы по нашей работе. И в заключении я хотела бы сказать, еще раз подчеркнуть, что несмотря на то, что норки содержались на абсолютно одинаковом рационе, мы обнаружили различия в профиле активности пищеварительных ферментов. Это первый этап нашей работы, и мы планируем в дальнейшем изучить генетические и также эпигенетические механизмы, которые задействованы в регуляции пищеварительной функции. Также на сегодняшний день имеются убедительные доказательства двусторонних взаимосвязей между кишечником и мозгом, которые в конечном итоге могут действовать на поведение млекопитающих. В связи с чем я хотела бы пригласить к сотрудничеству исследователей, которые занимаются нейрохимией, которые занимаются микробиотой, чтобы ответить все-таки на вопрос, каким образом меняется пищеварительная функция при отборе по поведению. Спасибо большое за внимание. Спасибо, Светлана Николаевна. Вы нам немножко сократили время, но тем не менее все равно времени на вопросы не остается, потому что просили закончить ровно 18 часов.